Кандидатуру Алексея Навального на премию Сахарова выдвинула Европейская Народная Партия, самая крупная фракция Европарламента. Этой номинацией мы инвестируем в более демократичное, плюралистическое и более свободное будущее России. Алексей Навальный многие годы боролся за демократию, он также пытался баллотироваться на выборах в Мосгордуму, но не был к ним допущен, потому что представляет собой альтернативу, заслуживающую доверие. Выдвигая его кандидатуру, мы вдохновляем всех тех, кто присоединился к гражданскому обществу и борется за то, чтобы Россия стала нормальным демократическим государством. Выдвижение кандидатуры Навального на премию Сахарова не случайно, считает Юлиус фон Фрайта Кларингхофен, глава московского представительства фонда имени Фридриха Наумана. По его мнению, ситуацией в России обеспокоено большинство жителей Евросоюза. «Это очень возможно, что Алексей Навальный выиграет, потому что большинство депутатов Европарламента, которые решают этот вопрос, считают, что что происходит в России сейчас очень важно». Помимо Навального, депутаты Европарламента выдвинули на премию Сахарова ещё пять человек, посвятивших свою жизнь защите демократии и прав человека. Среди них Ильхам Тахти, защитник прав уйгуров Китая, приговорённый китайским судом к пожизненному заключению. Также номинирована группа студенток из Кении, борющихся за права женщин. 8 октября будут выбрано три финалиста. «Я уверен, что Навальный, по крайней мере, войдёт в список финалистов. Это те трое кандидатов, имена которых будут представлены на конференции председателей фракции. На ней будет принято решение, кто станет лауреатом». В прошлом году премия Сахарова была присуждена украинскому режиссёру Олегу Сенцову, который на тот момент находился в российской тюрьме. Тогда вместо него за престижной наградой приехала его сестра Наталья Каплан. 7 сентября Олег Сенцов был освобождён в ходе обмена заключёнными между Россией и Украиной. В интервью ДВ он отказался комментировать выдвижение на премию кандидатуры Навального. «Я ничего по этому поводу не знал. Узнал только что от вас. Ничего по этому поводу не думаю. Я не комментирую действия других людей». Один из самых известных критиков Кремля, Михаил Ходорковский, считает, что Алексей Навальный достоин премии Сахарова. «Мне сложно сказать. Я не очень точно знаю, какие критерии используют те люди, которые дают эту премию. Но, без всякого сомнения, он является одним из заметных лиц на российском политическом небосклоне. И, естественно, он является оппозицией Путину». Церемония вручения премии Сахарова состоится 18 декабря в Страсбурге на пленарной сессии Европейского парламента.